Всем здравствуйте! Я нахожусь сегодня на интересных, исторических, страшных, иногда даже ужасных местах. И буду вам рассказывать о своем городе, о истории, вот об этих всех интересных, каких вы только захотите истории. Даже вы можете не догадываться, о чем я вам расскажу. Начать рассказы обо всем интересном и познавательном, иногда даже истории просто, можно сказать, когда застывает кровь в жилах. Начинать надо именно с этого нулевого, так называемого, километра города Тамбова. Это главпочтан, видите, он основан в 1786 году, сам город был основан в 1736 году. О погоде сегодня, посмотрите, какие месиво выпал снег эти дни. Сегодня 18 ноября 2022 года. Видите, техника тут где-то работает, на основных центральных площадях. Это у нас тут парк культуры. Неприятный такой ветерок, хотя вполне тепло, 0 градусов, вот ветер дует. Видите, вот кустик развивается в лицо, да. Настроение у людей, в принципе, пасмурное. Хотя продолжается, как вы знаете, СВО, и у людей продолжается пасмурное настроение. Но не у всех. Здесь же у нас и вечный огонь, посвященный Великой Отечественной войне. Видите, победе. И здесь у нас церкви, исторические места. Здесь и парк культуры. Вон оно, колесо обозрения. Летом здесь полно народу. Поэтому могу вам на этих проинтересные рассказывать события. Буду вам рассказывать не только о погоде, но и вот тут, какие вот на этом прям месте, вот здесь подземный переход происходило здесь в различные времена. Какие страшные, ужасные и мистические истории. Что тут было, что тут творилось. Поэтому, если хотите, ставьте лайки, подписывайтесь. И я вам буду рассказывать и о погоде, и страшных, интересных, исторических, различных историй. Ну и одна история вам сразу. Из моей, можно сказать, семейной, так скажем, истории. Моих одного из родственников. Подробности я вам тоже могу рассказать. Но это, скажем так, для затравочки. Был вот в этом парке. Сейчас он изменился. Ну, наверное, лет 40 тому назад. Был повешен в парке культуры. Вот именно вот здесь. Я помню эти времена. Вот он был совсем, тут были заросли. Вот здесь были, ну, в советские времена были заросли. Где-то тут какие-то были заброшки. Там даже во время перестройки уже начали происходить. В 80-е, 90-е годы еще более страшные, так скажем, да, беспредельные времена. И я скажу, что здесь нашли повешенного родственника. Но что случилось далее? Сам ли он повесился? Или его повесили? Если вы будете ставить лайки, комментировать, я вам обязательно расскажу много интересных, завораживающих, не только страшных, но и полезных историй. До новых встреч. Спасибо за лайки. Спасибо большое за репосты. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok